Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для участников рынка электронных торговых площадок Для этого мы, во-первых, в плотном взаимодействии с площадками, с ключевыми операторами подготовили... Можно немножко уровень понизить? Извините, пожалуйста Подготовили закрытый полный список крупнейших корпоративных заказчиков России, который включает дочери независимого общества крупнейшие Которые выступали самостоятельными организаторами закупок Во-вторых, мы из этого списка закрытого полного корпоративных заказчиков сделали случайную выборку И уже в рамках случайной выборки проводили опрос То есть мы все это достаточно сильно усложняли задачу Но при этом, во-первых, достигли больше репрезентативности и больше открытости по сравнению с... Больше открытости процедуры для участников рынка по сравнению с предыдущими годами Вот, собственно, база исследования Она мало поменялась с точки зрения набора источников по сравнению с предыдущими годами Да, вот так, извините С предыдущими годами И мы, так же как и в прошлые годы, проводили опрос крупнейших корпоративных заказчиков Мы анкетировали крупнейших операторов ЭТП Проводили углубленные интервью с участниками рынка Ну и, естественно, пользовались доступными открытыми данными Потому что рынок такой, что тут привередничать не приходится Он по-прежнему достаточно, в общем, закрытый и непрозрачный, надо сказать Вот к каким выводам мы пришли Во-первых, надо сказать, что рынок в 2022 году По предварительным данным, который нам И по предварительным оценкам Пережил нитий спад, который оказался значительно, впрочем, меньшим, чем В 2014 году или в ковидном 2020 году Вот, мы попросили наших партнеров, операторов ЭТП крупнейших Обозначить основные факторы, которые действовали на межкорпоративный электронный рынок В 2022 году, которые возникли в 2022 году Как видите, большинство факторов, названных, они, по мнению наших респондентов Оказывали достаточно сильно негативное влияние на развитие рынка Ну, естественно, не будет никаким открытием и сюрпризом Что наиболее сильно негативное влияние оказывали такие факторы Как технологические санкции, сокращение предложений Из-за ухода, там, ряда поставщиков И возникновения дефицита в ряд групп номенклатуры И нарушения цепочек поставок Но при этом хотелось бы отметить, что наши респонденты И даже в этой, как бы, тяжелой ситуации Они отметили факторы, которые возникшие в 2022 году Которые, по их мнению, все-таки позитивно влияли на развитие рынка И по мнению операторов ЭТП консессуностному Это, во-первых, ускорение процессов импортозамещения Во многом вынуждено И, во-вторых, операторы считают, что уход западных IT-вендоров И IT-решений, оно, в общем, благоприятно сказалось на развитии рынка Но это мнение операторов Может, компания не согласится с ними Как эти факторы сказались, собственно, на основных показателях рынка Если говорить про результаты 2021 года и первого полугодия И 2022 года, это сопоставимые данные компании Мы видим, конечно, достаточно сильное торможение прироста Средних объемов закупок И по предварительным, очень предварительным оценкам И по доступным данным, которые мы имеем По итогам 2022 года, мы все-таки считаем, что Произошел некий спад, но он был не очень глубокий Это и оценки операторов, которые мы опрашивали Те, которые согласились делать такие оценки Ну и, в общем, общение наше с рядом крупных заказчиков Ну и, в общем, те открытые данные, которые мы имеем сейчас Вот, как нам представляется, сейчас В общем, спад был там в пределах 5% Вот, и, как вы видите, в общем-то, несмотря на те жесткие факторы Которые действовали вот в 2022 году Этот спад был не настолько драматичный, как, например, там в 2014 году Или вот в ковидный 2020 год В целом, в общем, забегая вперед, можно сказать, что рынок Достаточно благополучно адаптировался к шоковым обстоятельствам 2022 года А его след, если вспомнить прошлогоднюю конференцию, которую мы проводили в марте Вот, в общем, я так вспоминаю, что в целом настроения докладчиков были гораздо более как бы сдержаны По отношению к будущему рынка в 2022 году В общем, все оказалось не так драматично, как тогда бы казалось Что касается роста проникновения услуг ИТП в сегменте крупнейших заказчиков Вот, если говорить о 200 крупнейших компаний То вот в этом сегменте крупнейшие из крупных Этот потенциал, в общем, исчерпан Впервые доля заказчиков, которые используют электронные закупки, она, в общем, не выросла В общем, это тоже не новость Что касается участников выборки, которую мы сделали Она все-таки охватывает и компании второго, и третьего эшелона Она более репрезентативна и с точки зрения взрослевой структуры И охватывает гораздо больше менее крупных компаний То здесь доля неиспользующих электронные закупки в настоящее время Несколько выше, 24% почти Но надо учитывать, что почти львиная доля Из них 59% это компания оптовой торговли Которая, в общем, не является крупным бизнесом Но с точки зрения объема закупок скорее является там ближе к среднему бизнесу То есть они далеко не всегда крупные заказчики Поэтому вот они немножко выпадают из общей картины И надо сказать, что этот сегмент тоже очень активно осваивается Там операторами ИТП, мы это видим Надо сказать, что 22-й год стимулировал Подтвердил тренд на рост интенсивности использования закупок В электронной форме корпоративными заказчиками Как вы видите, более 80% наших респондентов По итогам первого полугодия 22-го года Проводили на ИТП более 80% своих закупок Далее, вот что важно Несмотря на шоковые факторы Несмотря на то, что рынок достиг большой зрелости Несмотря на то, что в нем существует достаточно большая сегментация Связанная там с реформой регулирования 2018-2019 года То есть есть в общем группа площадок, которая специализируется на рынке регулированных корпоративных закупок Есть группа площадок, которые занимаются преимущественно коммерческими заказчиками Но, тем не менее, рынок остается по-прежнему высококонкурентным И вот по результатам вашего вопроса мы видим значительный рост доли компаний Которые за год в течение года сменили основную площадку И об этом нам заявили Вот, в общем-то Эти показатели приближаются к показателям 2019-го года Где была эта миграция массовая была спровоцирована как раз в этой реформе госрегулирования рынка Но вообще надо учитывать, что, как правило, речь идет не о смене партнеров в целом А о том, что компания использует для проведения закупок нескольких площадок И просто сменила площадку, где она проводит наибольший объем закупок То есть, как правило, речь идет о переводе основных объемов А не просто о смене партнера Также еще один такой интересный факт Вот, и на такое интересное наблюдение Все больше компаний стремится диверсифицировать партнеров из числа ИТП Для проведения закупок малого объема Вот, это достаточно, в общем, выраженная тенденция И достаточно много кейсов мы видим Потому что, ну, одни и те же компании у нас попадаются в вопросе Мы часто видим, что компания меняет площадку для проведения закупок малого объема Потом выводит туда и объемы основных своих регламентированных закупок То есть, это, в общем, этот сегмент рынка еще более конкурентен И он, в общем-то, с точки зрения маркетинговых площадок очень важен Что касается предложения на рынке То, конечно же, те факторы, которые сложились в 2022 году Они негативно на него повлияли Вот, мы видим по результатам опросов компаний Достаточно сильное снижение среднего количества участников закупок Гораздо большая доля заказчиков отмечала ухудшение ситуации В области конкурентной среды и результативности конкурентных закупок на ИТП Казалось бы, 13% немного, но по сравнению с 3-4% годом ранее Это, в общем, кратный рост При том, что, в общем-то, как правило, наши респонденты Они более оптимистично стремятся оценивать изменения, которые они видят на рынке Так что, вот, там, такое количество пессимистов Это, в общем, нонсенс Такого раньше не было никогда Тем не менее, по мнению, опять же, компаний Вот это сокращение предложения на рынке Оно никак не повлияло, ну, практически никак не повлияло на эффективность закупок Вот Какого-то значительного позитивного роста они не отмечают Но, в общем, и негатива тоже не видят Ну и, наконец, очень такая важная тема В общем-то, импортозамещение было одной из важнейших тем на рынке И проблем на рынке межкорпоративной в 2020 году Вот, и надо сказать, что, в целом, пока большинство заказчиков, которые мы опросили Достаточно сдержанно оценивают качество сервисов электронных торговых площадок Именно, которые способствуют импортозамещению Тут, скорее всего, речь идет о том, что потребности очень сильно выросли Ну, и они как-то пока не очень удовлетворяются То есть, вот этот спрос и запрос на такого рода сервисы Он явно совершенно сформирован Вот, как говорится, коллегам на заметку Если мы рассматриваем еще один важный сегмент рынка Это электронные торги имущества компаний И по данным нашего опроса Здесь достаточно произошел серьезный спад Он был, скорее всего, связан с падением С торможением рынков основных В которых происходит продажа имущества Я имею в виду там рынок недвижимости и авторынок Причем речь идет как о снижении средних объемов продаж И электронных торгов, так и о количестве При этом, что тоже важно Также мы видим достаточно серьезную Тенденцию к диверсификации партнеров из числа ИТП Для проведения закупок И для проведения продаж электронных имуществ Тут тоже есть некий рост компаний, которые выбирают Для этих целей разные ИТП И он достаточно заметный Вот, ну и в заключении, собственно Наш традиционный рейтинг качества услуг ИТП По мнению крупнейших корпоративных заказчиков Как я уже сказал, он, в общем Подготовился в рамках несколько измененной методологии В частности, мы учитывали По подсчете и удельный вес Удельный размер респондента, который выставлял оценку ИТП, потому что мы считаем, что Оценка более крупных компаний, она должна иметь больше вес Они несут больше риски Вот, ну тут не очень много изменений Достаточно много новичков, надо сказать Что вот, можно отметить появление Такой компании, как Битзар Которая не так давно появилась на рынке Вот, и впервые Цислинк у нас попал в рейтинг Его впервые в таком количестве Необходимо упомянули респонденты Да, и поскольку, в общем Мы в несколько ростов То есть в предыдущие годы С некоторым недопониманием Со стороны участников рынка И широкой аудитории Хотелось бы сразу подчеркнуть, что Во-первых, этот рейтинг не отражает Ни в коем случае не долю рынка А то или иное ТП Это не наша задача И во-вторых, этот рейтинг он релевантен Только для того сегмента, который мы изучаем То есть это закупки крупнейших корпоративных заказчиков Вне зависимости от 2-2-3 ФЗ Или коммерческие заказчики Вот, для всех остальных сегментов корпоративного рынка И для рынка 44 ФЗ Этот рейтинг не релевантен И, в общем, его там неправильно было бы использовать Вот, ну вот на этом все Мне кажется, в общем, картина сложилась достаточно оптимистичная В общем, адаптация рынка проходит достаточно успешно По крайней мере, вот на этом этапе Те шоковые факторы, которые сложились на 22-м году Они не привели к каким-то драматичным событиям на рынке Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...